На лицах улыбки и предвкушения чего-то необычного, волшебного. Новогоднее настроение уже ощутили сотни девчонок и мальчишек. Сегодня в Тульском цирке открылась губернаторская елка. А это значит сладкие подарки, незабываемые впечатления от представления. В Новый год принято загадывать желание, загадывать волшебство. И если верить, если это загадать, я абсолютно уверен, что чудо, волшебство в вашей жизни произойдет. Ну а мы, со своей стороны, взрослые, все будем делать для того, чтобы вы действительно были счастливы. У Дианы Волчек праздник вдвойне, день насыщен событиями. Свой 12-й день рождения она встречает на новогоднем празднике. В цирке ее вместе с бабушкой пригласил губернатор. Но на этом сюрпризы для школьницы не закончились. На день рождения Диана очень хотела получить новый смартфон. Прежний телефон школьница потеряла. Купить новой семье девочки непросто. Не хватает денег, маме нужны дорогостоящие лекарства. Подарите ей смартфон Диана попросила Алексея Дюмина. Написала губернатору письмо. Алексей Дюмин письмо прочитал и пригласил девочку в гости. Диана рассказывает, губернатор увлекается английским, информатикой, любит играть в пинг-понг. Алексей Дюмин шестиклассницу похвалил и добавил. Новый год – это время, когда все мечты сбываются. Вот и надо только верить. В подарок девочке долгожданный смартфон. Передавай бабушке и маме привет от меня. Поздравляю с Новым годом. И я тебе хочу сказать, что вот такие дети, как ты, это наше будущее. Мы, взрослые, должны все делать для того, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были здоровы. И тебе желаю, чтобы ты росла умной девочкой. И еще я тебе хочу, чтобы ты передала своим родителям. Мы подготовили тут небольшой подарок. Это сладости наши. Небольшой. А мы тебе поможем это донести. И чтобы вы справили хорошо Новый год. И те мечты, те желания, которые ты загадаешь под елку, чтобы у тебя все исполнилось. Диана тоже пришла не с пустыми руками. Подарила Алексею Дюмину дерево из бисера. Его девочка сделала сама. Рассказывает, когда две недели назад писала письмо, даже и не думала, что на него так быстро ответят. Было вообще все классно. Ну, я, ну, скажем так, нету слов. Мне запомнится это на всю жизнь. Как и Диана Волчек, праздничное настроение и волшебство Нового года смогут ощутить сотни мальчишек и девчонок со всего региона. Губернаторская елка пройдет в цирке, филармонии, городском концертном зале. Новогодние представления с развлекательными программами, конкурсами, сладкими подарками смогут посетить 1700 детей, в том числе и из многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Получат пригласительные билеты и ребята-победители Олимпиад, юные спортсмены. Новый год – пора чудес и пожеланий. Взрослые помогают сбыться детским мечтам. Надежда Милехина, Руслан Щепетев, Роман Тюкин, Первый Тульский.